Я попробую все виды соревнований пройти на шару, как если бы карлик прибежал в сектор метания ядра и начал метать ядрить. В этом виде программы мы созерцаем мир сквозь противогаз, видимо, чувак одел его в восьмом классе на военных сборах, и так остался в нём жить. Я сделал блестящий прыжок где-то на 5 метров, зазвучала музыка типа «Уе-уе», видимо, чтобы подбодрить меня и сказать, какой я клёвый. Но мы-то знаем, что на самом деле я прыгнул всего лишь на 47 метров. Признаться честно, у меня некоторые детородные органы длиннее, чем этот прыжок. Ну, и признаюсь, что в первой попытке я вообще не нажимал никаких кнопок, а теперь буду долбить по всем сразу, а вот что-нибудь-то получится. И да, ноги наш спортсмен развёл гораздо шире, почти как молодая девушка на кастинге в попсовую группу. Посмотрим, каков прыжок, всё равно вздох разочарование, но почти в два раза длиннее, чем в прошлый раз. В итоге ЦПУ Геру я проиграл вообще там чуть ли не 90 метров, а выиграл ЦПУ нет из Нидерландов, вон у него букет травки был в руках. Очень даже странно, что там ещё есть спортсмены, учитывая их законодательство относительно лёгких наркотиков. Смотрим следующий вид программы. Это женский фристайл, или, о господи, а, это Словенко, или Скайкросс. Не знаю, вообще фристайл переводится как «свободный стиль», и на мой взгляд, женщинам недозволительно давать свободу. Иначе они начинают вести себя неподобающе, в частности, сбиваться в группы по четыре особи и угорать, катаясь на лыжах с горы. Да-да, опять на лыжах с горы. Только в этот раз вокруг вас есть соперницы, но их не палкой ткнуть, не в репу дать. Короче говоря, если выйдет симулятор фанаток Димы Билана, где четыре фанатки дерутся за майку Кумира, крови и угара будет больше. Как и больше будет удовольствия смотреть на жадных до кровавого ада девок, чем на толстенный пукан в байковых штанах. Собственно, гонку можно заканчивать, так как я уже всем проиграл, но а что еще можно ожидать от задницы, после падения которой земля сотрясается, как вы сейчас вот видели. Что ж, давайте мы отнем на конец гонки. В конце гонки я, естественно, никого не догнал, последний поворот и еще раз одно землетрясение будет наверняка. Мне все время пишут, что я что-то слишком поздно делаю в левом углу экрана, но я так и не понял, что, потому что нажимал все кнопки перед прыжком. И, к сожалению, я занял последнее место, отстав почти на 9 секунд от представительницы Швеции под звучным именем ЦПУ-СВЕ. Вообще, я думаю, что срочно надо выйти за кого-нибудь замуж и взять его фамилию. Хотя, вы знаете, я вот недавно пробивал телефонный справочник по Москве и нашел там одного какашкина. А вот жена у него почему-то была Канашкина, видимо, не захотела брать фамилию мужа. Этот вид соревнований называется «Ladies Aerials». Видимо, что-то связанное с прокладками, судя по названию. Ну что ж, нет, это какие-то прыжки с трамплином в небо, судя по всему, как ракета сейчас полетит. Ого, ничего себе. Я ничего не нажимаю влево-вправо стрелочки, чтобы хоть что-то происходило. Не очень понимаю, что я должен сделать, потому что, опять-таки, не посмотрел туториал. Но, на мой взгляд, прыжок, несмотря на это, получился очень даже кревым. Вращений было больше, чем задница Шакиров совершает за один концерт. И что-то мне не очень ясны эти низкие оценки. Опять засудили, блин, посмотрите на повторе. Что ж там лидеры-то прыгают? И как обстоят дела в реальности в этом виде спорта? Если крутят более крутые сальто, чем я сейчас, то мой респект и уважение. Хотя, конечно, безусловно, ценность его умения среди женского населения сомнительна. В гимнастах хотя бы загибать можно по-всякому. А трамплин в комнату не затащишь. И я уж молчу о том, чтобы кровать его присобачить. Второй прыжок. И мы опять видим некое подобие перпетам мобили с женщиной внутри. Приземление на задницу. Но ничего страшного. Хотя оценки даже выше почему-то получились. Хотя прыжок более убогий. И мне было лень в этот раз даже стрелки жать. Я просто сидел, ковырял в носу. В общем, такой совет спортсменам, выступающим в этом виде спорта. Ковыряйте в носу во время прыжка. И ваши оценки будут лучше. Ну а победила в этот раз американская спортсменка. Смотрите, как она. Йоу, бич, асайм вин. И все такое. И я даже вас помучаю специально, чтобы вы послушали гимн Америки. Ммм, страна свободы. Я ведь знаю, как вы все ненавидите эту мелодию. Поэтому не буду больше. Следующее соревнование сноуборд. Поэтому я без медали не уйду. У меня все знакомые девушки и парни стали покупать... Парни, в смысле, друзья. Стали покупать себе сноуборды и гоняться по желтому снегу Подмосковья. Уж больно модно это стало, если ты вдруг не сноубордер. А купив доску, ты автоматически становишься сноубордером. Так вот, если ты не сноубордер, то быть тебе девственником до 40 лет, чувак. Я, понятное дело, сноуборд покупать бы не стал, даже если бы альтернативой была фотосессия в голом виде для безрука. Но все равно модным быть хочется. Так что смотрите, как я сейчас покорю непослушные склоны канадских гор и не менее непослушные горящие сердца девушек, которые смотрят эту передачу тайно мечтая о досках и других продолговатых предметах обихода. И удовлетворение чувства собственной важности и независимости, коим сноуборд, безусловно, относится. Ведь есть же более удобные и дешевые средства передвижения по снегу, такие как картонка и попец. К сожалению, первая попытка закончилась для меня провалом, так как я думал, что в принципе достаточно просто перегнать второго чувака в полуфинале и опять пропущены ворота. Но стрелочка-то для них висит справа или мне надо просто таранить эти ворота? Блин, я кажется понял, стрелки нарисованы не с той стороны, с которой надо, но это же неудобно. Я, конечно, понимаю логику авторов, они как бы показывают нам, объезжай эту хрень слева до того, как ты на нее наткнешься или типа того. Но когда ты видишь что-то такое висящее в воздухе, тебе хочется его собрать. Как бы взять, это еще со времен наркад на Сеге пошло, когда Соник собирал кольца. И, в общем-то, во всех гонках чекпоинты именно так обозначены. Но посмотрите, разве вот это выглядит логичнее, чем то, чем я занимался до этого, собирая эти красные хреновины. В любом случае, я слегка приноровился, и хотя сейчас отстаю, но обещаю себе, что обязательно выиграю медаль, иначе пусть мне ни одна баба не... Ой. Да. Но в любом случае, в этой игре есть еще одна разновидность ноуборда, может там мне повезет больше. Ну так вот, вторая разновидность ноуборда, это кросс. И это действительно первая интересная, такая по-хорошему интересная тема в этой игре. Это гонки на четырех человек на сноуборде. Вообще, гонок на сноуборде я давно довольно не видел на компьютере. На приставках они, конечно же, выходят. Хотя я, в принципе, не ориентируюсь, может и там уже давно не было ничего похожего. Но, тем не менее, кто соскучился вот по таким вещам, то, в принципе, ради нее можно купить Vancouver 2010. Но, к сожалению, это всего лишь одна трасса, и как только вы выиграете эту гонку, вам все очень быстро надоест. И в этом основная проблема такой игры. Просят за нее кучу бабла, ну так же, как и за остальные. Но, по сути, она одноразовая. Бороться во всех видах, похожих друг на друга, с несуществующими тремя соперниками, скучно. Пройдете каждый вид два-три раза, возьмете золото или другую медаль, и все. К тому же, виды выбраны как-то достаточно убого. Да, зимняя Олимпиада не слишком хорошо подходит для компьютерной игры. И там много похожих друг на друга дисциплин. Ну, а, например, в игре Turin 2006 были лыжные гонки. Ну, не спуски с горы, а реальные гонки лыжных.